На сайте Госдепартамента США появился удивительный доклад, который называется так «Кребль прибегает к антисемитизму с целью очернения Украины». Но это шедевр. Вот это примерно так, как... Это схоже с такими же пропагандистскими фейками, которые позволил себе сейчас госсекретарь Блинкин, рассказывая о том, что Россия насильно удерживает полтора миллиона граждан Украины на своей территории и насильно раздавала же им российские паспорта. Ну, возможно, для, я не знаю, жителей какого-то американского захолустья, возможно, это что-то значит. Для людей, которые более-менее понимают, что такое выдача паспорта, что такое полтора миллиона человек, это все выглядит смехотворно. Вот это точно так же нужно расценивать и заявление японских первых лиц относительно того, что место проведения саммита Большой Семерки в Хиросиме выбрано не случайно, потому что это связано с возможным нанесением России ядерного удара. При этом мы прекрасно помним, но это, по крайней мере, мы помним в нашей стране, возможно, узкие специалисты тоже помнят, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанесли Соединенные Штаты Америки. Пока это, слава богу, единственный пример использования ядерного оружия, и подчеркну, в отношении мирных граждан, не в качестве элемента боевых действий, а прицельно в отношении мирного города. Но об этом в Токио забыли много лет тому назад, им приказано было забыть. Но сейчас компилирование вот таких фактов является классической информационной манипуляцией сознания. И вот в эту же парадигму встраивается и вот этот очередной доклад о том, что Россия использует тему антисемитизма для очернения Украины. То есть, видите, как интересно, полностью замолчать историю с неонацизмом уже не получается. И тогда, для того, чтобы поменять повестку информационную, прибегает вот к такой нехитрой технологии. Оставить слова на тех же местах, только изменить нюансы. Ну вот давайте посмотрим, о чем идет речь. 11 июля эта нетленка была опубликована на официальном интернет-сайте Госдепартамента. В документе утверждается, что российские официальные лица и государственные средства массовой информации распространяют фейки о зверствах и расправах националистических батальонов и о нацистской сущности украинского руководства, просто для того, чтобы оправдать войну против Украины. Ну интересно, конечно. Опять вот даты, арифметика, цифры, видимо, не являются сильной стороной наших заокеанских так называемых партнеров. Вообще-то мы эту тему поднимаем и, как они говорят, распространяем эти материалы давно, еще до февраля 2022 года. Мы призываем мировое сообщество, прицельно это делаем, провести собственное расследование, обратить внимание на документальные материалы, отправить туда, сколько об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, своих корреспондентов, для того, чтобы собственными глазами увидеть эту проблему и с ней разобраться. А здесь, видите, как интересно, подается так, что только с февраля 2022 года якобы Россия начала использовать вот такую компиляцию фактов. На самом деле, тут даже уже копать не надо глубоко, все лежит на поверхности. Давайте еще раз. После государственного переворота в феврале 2014 года на Украине усилились позиции радикальных националистических сил. Они были и до этого. Просто впервые, наверное, в 2014 году так масштабно их использовали в ходе государственного переворота на территорию Украины. Они стали, вот эти самые радикальные националистические силы, открыто проповедовать идеи этнической нетерпимости, включая, кстати говоря, и антисемитизм. Но нельзя только к нему сводить все. Национализм, он широк. Это нетерпимость к различным национальностям. В качестве моральных ориентиров обществу навязываются такие так называемые основоположники украинского национализма, как Семен Петлюра, Евгений Коновалец, Степан Бандера, Роман Шухевич, Рослав Стецко, Андрей Мельник и прочие военные преступники. Напомню, националистические батальоны Азов и Айдар, а также другие националистические подразделения, были инкорпорированы в украинские силовые структуры. И если еще 10 лет назад это воспринималось на территории Украины, кстати говоря, в международном сообществе, как элементы маргинальные, как силы, стоящие особняком от власти, то когда на их плечах был осуществлен государственный переворот, их заранее тренировали и так далее, то затем их инкорпорировали в официальные вооруженные силы Украины. С приходом к власти в 2019 году президента Зеленского реальных улучшений в вопросе борьбы с националистической идеологией, в том числе с антисемитизмом, не произошло. Остаются безнаказанными противоправные действия праворадикальных националистических группировок, которые направлены против людей, еще раз подчеркну, различной национальности, но в том числе и евреев. Имеют случаи осквернения культовых и мемориальных объектов. Об этом никто не знает, на Западе в Госдепартаменте тоже не слышали об этом. Давайте я расскажу несколько примеров. Это все примеры фактологические, не вымышленные, не из уст-уста, а просто те, которые задокументированы. Наиболее яркими проявлениями того же самого антисемитизма стали распространение во Львове организации «Галецкая молодежь» листовок сенофобского содержания. Это было практически год назад, май 2021 года. Угрозы националистов хасидам, которые посещают тумань для празднования Нового года по еврейскому календарю сентября 2021 года, нанесение граффити на информационный стенд возле еврейского кладбища в Богославии в Киевской области, свастики на воротах синагоги в Николаеве октября 2021 года, ежегодное проведение в Киеве в октябре музыкального фестиваля, повторим, к Калиевщину восстания гайдамаков в XVII веке, в ходе которого были убиты, напомню, порядка 10 тысяч евреев. Широкий общественный резонанс получили высказывания заместителя мэра Шепетовки, это Хмельницкая область Юрия Вахоцкого в сентябре 2021 года о том, что трагедия Бабьего Яра – это божья кара для иудеев, это цитата его, за голодомор. А также глава отделения партии «Бытьковщина» в городе Хмельницком Александр Шулавей, который заявил, что чем больше он наблюдает празднование Хануки, теперь прямая цитата, тем он лучше понимает Гитлера. Мы вообще где все живем? Это что, этого не было ничего? Это все придумано, этого никто никогда не слышал из Госдепартамента? И таких примеров десятки. Еще раз повторю, это единичные вещи. И, кстати, случается ли такое в различных странах, которые на государственном уровне всячески отрицают и всячески порицают проявления национализма, ксенофобии и так далее? Да, случаются. Потому что отморозки, потому что люди недостойные, люди, которые нарушают закон, есть везде. Но при этом есть официальная реакция, которая отрицает, порицает и, самое главное, наказывает тех, кто нарушает закон и занимается националистической, ксенофобской политикой или общественной деятельностью. Это раз. Во-вторых, на государственном уровне подобные вещи запрещены. И уж точно государственные люди, политики и общественные деятели, которые непосредственно участвуют в руководстве страной, таких проявлений быть не может. Здесь-то совершенно другая история. Это не то, что идет исключительно снизу, локально, где-то. Это история, которая подпитывается с различных уровней, сверху, из середины и так далее, и так далее. Я не знаю, нужно ли еще примеры. Можно там почитать вот эти вот откровения посла Украины в Германии Мельника. Там много тоже можно интересного найти, как следует из единого реестр судебных решений Украины. Кстати, я надеюсь, что Госдеп может позволить себе пару кликов для того, чтобы с ним ознакомиться. Начиная с 2014 года, местные суды не вынесли ни одного приговора по статье 161 УК Украины нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. А не было никаких прецедентов. То есть ни одного. Дела, связанные с проявлением дискриминации, антисемитизма, ксенофобии, как правило, переквалифицировались следственными органами просто в бытовое хулиганство. Показательно, что только два государства, члена ООН. И вот здесь я обращаюсь к тем, кто опять хихикает там где-то на задней парте, рассказывая о том, что да какие они там неонацисты, они же не делают ничего такого. Нет же даже проявлений внешних, их позиции. Вот для этих людей просто небольшая справка. Хотя мы об этом говорим каждый год и по несколько раз. Но опять же, я знаю, что люди, которые отрицают неонацизм на Украине, это люди очень невысокого интеллектуального уровня и полного отсутствия исторического образования. Даже хотя они делают вид, что они что-то там разбираются в истории. Так вот, давайте для них еще раз повторим. Только два государства, члены ООН, а именно Украина и США, последние несколько лет голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, борьба с георизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Можно спросить, почему? Почему только два государства системно голосуют против резолюции, осуждающей неонацизм? Ну, у этого же должно быть какое-то объяснение. Вот где эти все адвокаты дьявола, которые говорят о том, что неонацизм в Украине не существует? Можете как-то объяснить? Вы же все можете всегда объяснить. Объясните это. На этом фоне неудивительно, что Украина приняла решение о выходе из соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств, участников Содружества независимых государств Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это, однако, не мешает Зеленскому заявлять, что он якобы чтит память своего деда, который воевал в рядах Красной Армии за освобождение Советского Союза и Европы от фашизма. Так это и есть вранье, это лукавство. Понимаете, ты на словах можешь говорить все что угодно. Твои дела не соответствуют твоим словам. Но это и есть то, о чем мы говорим. Ложная повестка. Просто симуляция политики, нацеленной на якобы расовое, религиозное, национальное равноправие. А на самом деле в реалиях ежедневными шагами на протяжении многих лет вот этот самый политический бомонд лишь укреплял национализм, который перерастал или где-то сопрягался, или подпитывался нацизмом на территории Украины. Вот, например, опять же, президент Украины Зеленский, говоря о гражданах страны, против которых ввел санкции, сказал, что не все люди являются людьми. Некоторые просто особи. Ну хорошо, можно сколько угодно рассуждать о том, насколько эта фраза была художественной и так далее. Но опять, это же не как... Я допускаю, что у каждого человека могут быть... Не просто допускаю, это факт такой же непреложный. Каждый человек может совершать ошибки. Каждый человек может выражаться не так четко, как он бы хотел, создавая некую двусмысленность. Но это сразу видно. И человек может привести другие свои высказывания, заявления, и самое главное, практические шаги, свои действия в оправдание себя, своей позиции. Здесь-то все наоборот. Здесь же эта фраза идет четко в русле тех шагов, которые предпринимал киевский режим. И нынешние, и предыдущие. При этом именно сам Зеленский пытается бесконечно убедить общественность, используя национальную тему, что на Украине нет антисемитизма только потому, что у него самого еврейские корни. Это, знаете, страшная логика. Вот можно тогда задать вопрос, который тут, очевидно, напрашивается. А вот на Украине есть гомофобия? Если на Украине киевский режим скажет, что гомофобии нет, связано это с личностью Зеленского? Это, надеюсь, останется вопросом не риторическим.